Практически две недели назад на улице Озерной появилась первая спецтехника. Началось обследование участка дороги и люков, находящихся на ней. Специалисты проработали технологию для подушки асфальта и вот буквально накануне здесь начали укатывать полотно. Подготовка основания, продольные поперечные уклоны, подъем коммуникации и, собственно, на десерт однослойное асфальтобетонное покрытие. Улица Озерной давно была головной болью для местных жителей. В сухую погоду пыльно, а в дождь собирались лужи. Песок размокал и обувь то и дело уходила в слой грязи. Теперь с этим будет покончено. Специалисты ДЭПа добавляют, новое полотно имеет качественную структуру и хорошую износостойкость. Кстати, укладывать его можно и в небольшой минус. Для этого используется специальный состав. На Озерной мы находимся, это практически мы завершаем текущую воду, асфальтирование грунтовых улиц. Мы порядка 10 километров в текущую воду положим. Вот еще это Озерная и в старых Задворцах у нас улица Задворская тоже и энтузиастов завершить. Но я думаю, погода позволит. Озерная в этом году не единственная грунтовая улица, получившая новый вид. Большая работа была проведена в целом по городу. Продолжена она будет и в следующем году. В основном мы делаем улицы с интенсивным движением транспорта. То есть они, по которым вычисляется наиболее интенсивное движение транспорта, чтобы люди могли из них разъехаться на второстепенные, где уже меньше движения. Максимально, чтобы за это время обеспечить людям хоть какие-то удобства, чтобы они могли по хорошим дорогам уже в свои жилые районы проезжать. В основном мы сделали район старых Задворцев, много улиц. Речица, две улицы Большие, Дачная и Второй Западный переулок. Потом район улицы Машевского. Мы три улицы сделали. Надеемся, что в этих же размерах мы будем в следующем году. Ожидаем, что финансирование будет примерно такой же, как в текущем году. Поэтому сделаем не меньше. Анастасия Наздринплотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.